Владимиру Воронину стыдно за то, что призывал бельчан в 2015 году голосовать за Октавиана Маху, нынешнего председателя бельского филиала Демпартии, за что просит прощения у горожан. Владимир Николаевич, партию коммунистов очень многие называют кузнецей кадров, так как очень многие видные политики сейчас на политическом уровне, они выходцы из партии коммунистов. Вы, когда приезжали перед местными выборами в Бельце, вы призывали голосовать за Октавиана Маху, который сейчас является председателем демократической партии в Бельце. Тогда кандидатом был Маху, правда? Значит, дал Маху. Получается, что дал Маху. Понимаете, Воронин не принимает эти наличные решения. Если появилась такая кандидатура, как Маху, мы все дали Маху, вся городская бельская партийная организация с этим Маху дали Маху. Потому что решалась на плену игрокома партии, решалась на партийном активе. Понимаете? Я не могу прийти из Бельца и сказать, что вот ты будешь, ты будешь, ты будешь и так далее. Для чего партийная организация, для чего коммунисты наши? Мы садимся и советуемся, кто может лучше, кто может что и так далее. Но я извиняюсь перед бельчанами, если я вылез с такой кандидатуры. Мне стыдно, что за зло. Напомним, Октавиан Маху, так же как и Александр Усатый, состояли в команде партии коммунистов и с 2011 по 2015 год были вице-мэрами. Аудиты, проведенные Ринато Усатым, выявили многомиллионные хищения, имевшие место в этот период. В ходе дебатов на телеканале ТВ8, Александр Усатый не смог ответить на прямой вопрос Григоришина о своей осведомленности в этих нарушениях. Будучи вы вице-примарем 4 года, в городе творились хищения на всех муниципальных предприятиях. Доказательство тому, аудиты, которые вырвали, миллионные хищения в городе. Вы про это знали или не знали? Хватит уходить от вопроса. Результаты аудитов вместе с вами я заслушивал. И, кстати, по этим результатам никаких действий не было предпринято. Поэтому результаты были сделаны для пиара вашей партии. Но вы враньем занимаетесь. Возбуждены уголовные дела на всех муниципальных предприятиях. На водоканале, на бенерынках, на ЖКХ. О чем вы говорите? Хочете ответить? Я в уголовных делах еще раз не замешан на моих помилениях. Да не вы в уголовных делах, а при вашей, когда вы управляли городом. Вы задали вопрос. Господин ведущий, вы понимаете, давайте или мы будем отвечать на вопросы, а просто уходить от них. Тогда вы будете время у меня забирать или как? Александр Федорович, судя по вашей биографии, вы чиновник со стажем. Вот следствие вице-примара, из которых последние 4 занимались расхищением города. Есть акты счетной палаты и уголовные дела. Я ничего в вас не обвиняю. Хочу ли задать вопрос. Вы знали? Если не знали, то почему? Не видели, что происходит вокруг вас? А если знали, почему молчали? Сейчас очевидно, что к власти в городе рвется старая команда. Шантажом и угрозами они захватили муниципальный совет. Вероятно, что вернутся к старым делам. В этом случае, как возможный примар, вы снова ничего не заметите или будете снова молчать? Я этот вопрос задавал вам вчера, вы ушли от него от ответа. У вас были сутки, просто подумайте нам сегодня ответить. Готов всегда ответить. Никаких уголовных дел на меня не заводилось. Не на вас, вы не поняли. Моя фамилия ни в каких уголовных делах не фигурирует. Вы уходите опять от ответа. Ваши обвинения, господин Григоришин, абсолютно голословные. Вы уходите от ответа. Вы знали, что происходили эти хищения в муниципальных предприятиях, то же самое в вашей области, на которую вы отвечали? Или вы не знали? Вот мне интересует этот вопрос, чтобы уже бельчане узнали. Вы в курсе были этих хищений или вы не были в курсе этих хищений? Если вы придете к власти, вы также будете молчать, если будете знать про такие хищения? Ни в каких хищениях я не принимал участие. Опять вы уходите от ответа. Но господин Усадов, я не считаю себя виновным. Я еще раз повторяю, ни в каких хищениях я не принимал участие. Есть моя фамилия где-то. Я сказал, при вашем управлении, вы знали про это? Скажите, я не знал про это. Я не управлял никакими мошенническими схемами. Да не вы управляли. Ваши подчиненные, которые вам подчинялись, крались деньги в предприятиях. Вы про это знали или не знали? Какие предприятия муниципальные были в моем подчинении? На примере, я говорю, больные... Водоканал. Что водоканал? Был в моем подчинении? ЖКХ. Четыре года вы управляли. Вы были аудиты, там выявили. Четыре года вы управляли городом. В каком муниципальном предприятии были хищены? Во всех. Объединение рынков, ЖКХ, водоканал, бассейн наш, больница. Вы про это знали или нет? Вы все учреждения перечислили. Все бандиты и воры в Бельце. До вас и кроме вас все бандиты и воры. Еще раз говорю. До нас есть полностью аудит. Вы с ним ознакомились. Были выявлены хищения. Вы про это знали? Ответьте бельчанам. Или не знали? Я ни в каких мошеннических и коррупционных схемах никогда не принимал участие. Обвиняемым я себя не чувствую. Вам еще раз об этом говорю. Поэтому во всех школах, тогда у нас была коррупция, собирались деньги, куда-то они заносились. Да? Есть конкретные факты? Конечно есть. Предъявите мне их, пожалуйста. Конечно. Вы были вице-примарем 8 лет. 4 последних года творили хищения. Я в них участвовал? У вас есть факты? При вашем управлении. Ну не надо так огульное голословно. Ну как огульное? Давайте конкретно возьмем бассейн. Было 800 тысяч, стали сдать 2,5 миллиона. Куда продохладали деньги? Бассейн подчинялся вам или нет? Я не буду вехать в бассейн. Я не буду вехать в бассейн. Я не буду вехать в бассейн. Что? Вопрос? Да. Можете задать вопрос одному из ваших оппонентов. Да. У меня вопрос к господину Григорищину. Вот когда вы называете какие-то цифры, хищения, я помню, вы назвали цифру, что с водоканала ежегодно похищалось 300 миллионов леев. На сегодняшний день общий суммарный долг этого муниципального предприятия РИДЖИ АПКанал составляет 187 миллионов. Три года вы 300 тысяч находили и возвращали. 300 тысяч умножаем на 3, получается 900 миллионов. Должен был быть доход этого предприятия. На сегодняшний день откуда долги 178 миллионов? Ну, наверное, вы неправильно меня слышали или неправильно проявили. Я сказал, что через водоканал, это стиральная машина, которой отмывались деньги разными компаниями на разные виды компьютера, который не получал водоканал. И оттуда есть сегодня уголовные дела, доказанных 60 миллионов хищения и 300 недоказанных, которые сейчас в процессе уголовных дел. И это творилось не сейчас, а творилось это начиная десятилетиями, 10 лет назад. При вас опять же. Субтитры создавал DimaTorzok